Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, что добавили на этой неделе, с чем облапошлись разработчики, и что же нас ждет на следующей неделе, и в будущем мы тоже об этом сегодня поговорим. Так что устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаечек или седлайте своих коней, и поехали! Не удивляйтесь, что я сейчас без лошади, просто это нужно сделать именно без лошади, а лошадь вы увидите в конце. Сейчас мы посмотрим то, что добавили нам непосредственно в этом обновлении, а добавили нам всего понемногу. К примеру, за жетончики, которые вы зарабатываете на дне открытых дверей, весенний жетон, вы можете теперь обменять его на питомца в виде комплекта ухода за жеребенком. Вообще, это должно было иметь хоть какой-то смысл, будь в игре жеребята, которых мы могли бы постоянно выращивать, к примеру, взрослых лошадей. И также за ИСК вы можете купить себе таких питомцев, как щетку, губку, потом сумку яблок и сумку морковки. Один такой уже я купила на своего персонажа одного, не этого, к сожалению, на другого, в комплект яблок. И это смотрится очень классно и имеет какой-то смысл, если, к примеру, ваш персонаж живет недалеко от яблоневого сада, постоянно катается в поля, и для лошадки у него всегда есть вкусняшка. Морковки тоже, кстати, мне очень сильно понравились, правда, в описании они прописаны, как для кролика, но все-таки все равно, я думаю, это для лошадок морковка с собой таскается. Но она очень большая, очень сильно торчит, поэтому я ее пока ни на каком из аккаунтов не взяла. Потом нам добавили, точнее, открыли еще один комплект, который мы можем обменивать за весенние жетончики. Это вот этот комплект вестернский у лесничих, поездки в стиле вестерн. Он вот такой вот, светленький. Я, кстати, тоже там на одном аккаунте обменяла штанишки и маечку. И вальтрап подник. Вальтрап, вальтрап. Потому что он мне очень сильно понравился. По мне так выглядит намного лучше, чем те, что продавались в комплектах до этого. Но наравне с этим вестернским комплектом нам добавили точно такой же, только бело-коричневый в магазине. Вот тут, если честно, мне цветовая гамма совсем не понравилась. Единственное, что я куплю, это я куплю, наверное, еще один вальтрап для моего персонажа, который обожает как раз вестерн, диких лошадей, там, Аполлус, Пейнтхорсов и вот все в таком духе. Вот ей это пойдет. И в магазине все. Дальше у нас еще добавили лошадок, которые неожиданно резко покинули лошадиную ярмарку. Но теперь они все-таки вернулись. И это последний шанс их купить. Это лошадки поколения 1 и 4. Поэтому, если вы их еще не купили, потому что потеряли, то есть прекрасная возможность их купить. Также нам добавили поездку красной нити. Это ежегодное событие для вас и вашей лошади, или же ваших друзей, соклубников, родных. Неважно. Если вы с кем-то хотите разделить эту поездку, самый лучший вариант это взять кого-нибудь из друзей. Ну и свою любимую лошадку, конечно же. В Морланде вам задание с этой поездкой дает Тан. И через Юсса Фассали вы можете отправиться непосредственно к началу данной поездки. Где вам нужно будет взять задание, нажать на доску данной поездки и доехать ее до конца. И прям с вершины по окончанию поездки вы также сможете вернуться обратно сюда, в конюшню Морланды. Через уже другого лесничего. И также, если поговорить о Стан, просто я на этом аккаунте еще не говорила, извините. Вам откроется такое ежедневное задание, заданьки у Скотта Баттергуда. Точно такие же, как на ранчо Старщайн, это поиск животных. Вот бы, если честно, эту бы штучку оставили здесь навсегда. Было бы вообще замечательно. Но, к сожалению, Скотт Баттергуд играет очень важную роль в сюжетной линии, насколько я помню, в Японии. И он, по комиксам, связан вообще с ранчо Старщайна больше. Поэтому, вряд ли он останется здесь навсегда. Хотя, классно, что в Морланде появилась возможность ежедневно искать 4 животных. Это бы помогало тем людям, у которых нет Старайдера, качать своих лошадей на территории Морланда. Потому что животные, как раз они разбегаются именно по этим окрестностям. Найти их просто. Ну и, как всегда, если не получается найти с первого раза, то, пожалуйста, заходите в игру повторно, и животные появятся в другом месте. Это, по-моему, все, что нам добавили в этом обновлении. Хотя, надо бы, наверное, все-таки проверить. Также, вот как раз маленькое дополнение, о котором я забыла, что награды за ежедневные, еженедельные, ежемесячные победы в гонках стали лучше. До этого ежедневные и вот эти все рекорды можно было получить 100, 500 и 1500 шиллингов Юрвика в день. Теперь ежедневные и вот эти все еженедельные, ежемесячные победы будут приносить 300 шиллингов, 1000 и 2000 шиллингов Юрвика. Не СК, к сожалению. Хотя было бы неплохо. Мы бы все старались вылезти вон из штанов, чтобы эти СК заработать. Но нет, это обычные шиллинги Юрвика. На этом обновлении все, но не все в принципе. Вкратце скажу, что на следующей неделе у нас появится сюжетная линия с днем открытых дверей, где нам попытаются испортить данный праздник. Я уже догадываюсь, кто возможно и вы уже догадались по спойлеру от разработчиков в виде ботиночек, кто же нам будет мешать. Но мне уже не терпится увидеть этого персонажа на следующей неделе. Я думаю в обновленном виде, если это тот человек, о котором я думаю. И просто пройти данную сюжетку. Уж ее-то мы точно должны будем пройти сразу. А теперь самое интересное. Разработчики в эту среду случайно выпустили новых лошадей. Да-да-да, возможно вы один из тех везунчиков, кто успел в течение нескольких часов не то что даже увидеть, а даже прикупить себе одну или несколько новых лошадок, новой породы. Поэтому сейчас, если вы не смотрели мой стрим, я все равно вам расскажу о данной породе. Встречайте, порода под названием Пасафина, если я правильно произнесла. Да, Пасафина. Это лошадка прямиком из Испании. И вообще разработчики очень редко так совершают такие ошибки, как неожиданное выставление породы. Не то что за неделю, а даже за несколько недель до ее релиза. Именно ее тень мы видели в посте инстаграма Star Stable Online. Это она и есть. К сожалению, это не мустанг и не спирит. Этому, если честно, я очень сильно разочаровалась. Лошадка очень красивая, очень интересная. У нее целый комплект специфических особенностей. И мне очень непривычно ее лицезреть и воспринимать как отдельную новую породу, потому что она смотрится как сочетание лузитана, андалуза, фриза и что-то от Марвари с арабами. Это действительно очень странно, но тем не менее, лошадка очень красивая. Я считаю, это еще одна достойная порода к списку пород, предназначенных для выездки. Лично я так считаю. Давайте немножко поближе сделаю. Жалко, вот камеру можно вниз отпустить, пожалуйста. Вот, в общем, особенность этой лошади в том, что так как она вышла уже, выйдет в будущем после добавления новых седел, как видите, на нее можно одевать новое выездковое седло и все остальные новинки из амуниции. Это очень классно. И теперь она даже учитывается уже при покупке нового седла. Там прописано, что эту амуницию может носить только такой-то, такой-то список пород. И в конце написано Паса Фина. Вчера мы увидели, что мастей данных лошадей всего 6. Вы можете посмотреть их уже на ютубе. Я, к сожалению, не успела заснять. Я успела только сделать парочку вот таких вот скриншотиков, где видно 3 масти, плюс еще вот серый в яблоко из форт Пинта. Но мастей всего 7, плюс 1 масть будет в приложении. И все эти лошади будут продаваться на ферме Стива и одна на форт Пинта некоторое время. Продаются, если честно, я не заметила, с какого уровня, но вы можете почитать вот в покупке. По-моему, она то ли с 9, то ли с 12, но прямо перед вами сейчас актуальная информация по покупке. Это одна из дорогущих лошадей, которая стоит 950 старткоинсов. И, если честно, она достойна этой цены. Сейчас покажу вам почему. Но для этого нужно переместиться в загончик. Давайте сделаем так. Если вам интересно посмотреть именно у меня на канале всю анимацию данной породы, то переходите на стрим, который был сегодня утром, который шел полчаса. Там в подробностях я разбирала как раз анимацию данной породы. Ну, а сейчас я просто покажу вам самые две особенности. Это специальная возможность на пробеле. И также мы посмотрим их тёльт. Да-да, у этой породы тоже есть тёльт. Но, мне кажется, он отличается немножко от тёльтов других пород, у которых данные алю доступны. Итак, давайте посмотрим пробел. Вот такие вот танцы доступны этому каню. Я, если честно, особо не понимаю, куда их можно поставить в выездке. И мне всегда, кстати, казалось, что, исполняя вот этот алюр, лошадь чаще всего стоит на месте. И если двигается то вперед, то еще медленнее, чем сейчас. Ну, почти не двигаясь с места. Если вы все-таки знаете, куда можно применить данную особенность этой лошади, напишите в комментариях. Мне будет интересно, потому что я не знаю. И следующий у нас это тёльт, который, мне кажется, как раз очень похож на особую возможность на пробеле. Тёльт у нас, как всегда, включается с реси, зажимая shift и прожимая клавишу вперед. Вот такой вот тёльт. Красивый. Вообще не напряжный. Прям красота, да и только и вот эта плавность движений. Особенно мне у этой лошади нравится работа задних ног на любом алюре. Ну, вот такая вот, в принципе, лошадочка. Так что я надеюсь, вы стали счастливым обладателем одной из этих лошадей до их официального выхода. Я тогда вас очень сильно поздравляю. Если же вы хотя бы её увидели, то вы можете подумать и решить, будете ли вы её покупать в будущем. Вообще разработчики, я так скажу, очень сильно-то накосячили. И я не понимаю, вот согласно с мыслями моей коллеги по ССО и по совместительству подруги Кролине, я согласна с её фразой, зачем они убирают, если они уже случайно добавили. Если уже случайно добавили, то выставите новость или запись официальную о том, что вы случайно выставили лошадь раньше. И что эта лошадь и является тем спойлером с чёрным тенью, с чёрной формой, что это не мустанг, это вот эта вот лошадка. Ну нет, разработчики, по-моему, так уже поступали с гонаверами, ещё с какой-то лошадью, которую они случайно выпускали раньше. Кстати, я не помню, каких лошадей в принципе разработчики выпускали случайно раньше срока. По-моему, такая вещь была с гонаверами. Я лично помню, как увидела в день выпуска гонаверов у девочки гонавера 15 уровня, и я у неё ещё спросила, откуда у неё гонавер уже 15 уровня, только-только после выхода обновлений. И она как раз сказала такую фразу, что у них он вышел раньше, и она смогла его купить. Видимо, это и была как раз тогда ошибка разработчиков. Были ещё какие-то лошади, но я не помню. Вот, так что вот такая вот классная, интересная, красивая, прекрасная, благородная лошадь. Я прям не могу. Я бы хотела такую светло-серую на ещё один аккаунт, но светло-серой, по-моему, нету, есть только серый в яблоках. Ну, а, кстати, надо пойти и посмотреть спойлеры со всеми мастями, и подумать, может быть, я ещё кого-то из них куплю. Или просто решить, буду ли я покупать ещё на какие-то аккаунты этих лошадей. Вот. Так что ещё очень красивая свеча, точно-точно я забыла, я хотела поделиться прекрасной свечой данной лошади. Так что, да, вот такие вот интересные новости, такая интересная неделька. А на этом всё, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. А также до встречи на стримах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова